Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет своё предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколёсный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаём их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на инстаграм «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Ну что, настало время посмотреть, как поживает свежий атмосферник для автомобилей Рено Ниссан и Ладо. Итак, встречаем широко известный HR16DE. Дружба Ниссан и Рено привела к созданию общих платформ и моторов. Этот двигатель как раз из таких. Он появился в 2005 году на автомобилях Ниссан под обозначением HR16DE. Также его устанавливали на автомобиле Рено под обозначением H4M. В 2019 году этот мотор начали ставить на автомобиле «Ладо». Его легко узнать по впускному коллектору, который буквально лежит на нём как декоративная крышка. Этот двигатель создан на основе легкосплавного блока с чугунными гильзами. В приводе ГРМ – цепь. В весьма в духе японского инжиниринга. У этого двигателя есть версии с одним или двумя фазовращателями. На версиях на некоторых с одним фазовращателем присутствует система EGR. Ось коленвала смещена относительно центров цилиндров для того, чтобы снизить потери на трение во время рабочего хода. Этот 1,6-литровый атмосферник хорошо изучен. Можно сказать, что он надёжен, но некоторые сервисные операции требуют высокой квалификации и аккуратности. Сейчас обо всём подробно расскажем. Очень многим владельцам автомобилей с двигателем HR16DE знаком скрип ремня навесного оборудования. У кого-то ремень начал скрипеть на новом автомобиле, а у кого-то скрип появился со временем. Дело в том, что ремень начинает скрипеть только на холодную, а по мере прогрева двигателя скрип исчезает. Чтобы точно ин꾸очно понять, что скрипит именно ремень навесного оборудования, его можно присыпать тальком. Что делать с этим скрипом? Если ремень эксплуатируется недавно и скрипёт только на холодную, а по мере прогрева двигателя скрип исчезает, то тогда тогда придётся терпеть. Ну а если ремень эксплуатируется давно, то его лучше заменить на новый. Вообще, двигатель HR16DE в зависимости от автомобиля имеет три варианта натяжителя ремня навесного оборудования. В богатой европейской комплектации ремень натягивается автоматическим натяжителем. Также есть версии, как в нашем случае, где ремень натягивается механически – подкручиванием винта. А есть версии вообще без натяжителя, с эластичным ремнём. Этот современный двигатель нам поможет разобрать наш молодой механик Артём. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. При больших пробегах может возникнуть затруднённый запуск мотора в сильный мороз. Этой проблемы можно избежать, если почистить дроссельную заслонку от масляного налёта. Отдельно отметим, что масляный налёт во впуске и на дросселе появляется из системы вентиляции картерных газов. Чем больше и быстрее масло появляется во впуске и на дросселе, тем сильнее изношены цилиндры или нарушена подвижность поршневых колец. Система вентиляции картерных газов этого двигателя обходится без мембранного клапана и поэтому деталей, которые может подвести, здесь нет. За отбор газа в задроссельное пространство отвечает клапан, который встроен в клапанную крышку. Этот клапан стоит $15. Менять его надо каждые 100 000 км, либо когда есть подозрение, что через него высасываются пары масла. Среди народных умельцев есть советы по установке жиклёров на трубке ВКГ, по которым картерные газы утилизируются во впуск до и после дросселя. К такому тюнингу прибегают, когда мотор начинает поджирать масло. Но вы уже, наверное, поняли, что это не решение проблемы, а устранение симптомов. Скорее всего, проблема будет в подзалёгших поршневых кольцах. Двигатель H4M для европейских моделей Renault оснащён не четырьмя, а восьмью форсунками. Все они впрыскивают топливо во впускной коллектор. Таким образом инженеры хотели сделать этот двигатель более экологичным и экономичным. А двигатели, на автомобилях, которые локализованы в России, оснащаются стандартным набором форсунок по одной на каждый цилиндр. В форсунке их количество никаких хлопот не создаёт. Единственное, что установка ГБО на двигатель с восьмью форсунками чуть более замороченная. Легкосплавная клапанная крышка установлена на резерве, резиновой прокладки, которая служит долгие годы. Вообще, в большинстве случаев этот двигатель маслом не течёт. В клапанной крышке есть маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, в котором пары масла отделяются от картерных газов. В ранних версиях этого двигателя примерно до 2010 года вот этот клапан был соединён с этой трубкой, и картерные газы уходили во впуск по одному каналу. Затем клапанную крышку изменили, маслозаливную горловину перенесли назад, сапун перенесли вперёд. В этом случае картерные газы по этой трубочке отправляются в пространство перед дросселем, а посапуну в задроссельное пространство. Вероятно, в таком случае инженеры что-то где-то напортачили в системе вентиляции картерных газов, и у небольшой части более новых моторов появился масложор. По состоянию можно сказать, что всё зашибись. Всё светлое, чистое, просто как новое. Никакого износа на кулачках распредвалов. В приводе ГРМ используется пластинчатая цепь Морзе. Она растягивается, и это никого не удивляет, но наступает растяжение примерно при пробеге в 200 000 км. С заменой цепи лучше не затягивать, потому что она интенсивно изнашивает зубья на шкивах. А так как шкивы не отделимы от фазовращателей, расходы неприятно удивят – по 250 долларов за муфту. Муфты и управляющие клапаны этого мотора служат просто замечательно. Есть примеры, где родные муфты чувствуют себя отлично при пробеге более 400 000 км. Залог успеха – регулярная замена масла. Вот смотрите, какая чистота будет в моторе, если вы будете регулярно менять масло и не превращать его в какую-то жижу и гуталин. Стопор противохода в механизме гидронатяжителя цепи ГРМ всегда был, поэтому оставлять автомобиль с таким мотором на передаче не страшно. Что можно сказать по поводу регулировки тепловых зазоров? По инструкции на этом двигателе проверять тепловые зазоры надо каждые 90 000 км. Но практика показывает, что зазоры не уходят и при пробеге в 300 000 км, если мотор эксплуатируется на бензине. А вот если мотор эксплуатируется на сжиженном газе, то тогда зазоры надо проверять каждые 60 000-80 000 км. Скорее всего, будут обнаружены уменьшенные тепловые зазоры выпускных клапанов. Для тех, кто ещё не в курсе, отметим, что при эксплуатации автомобиля на газу интенсивнее изнашиваются сёдла выпускных клапанов из-за увеличенной температуры отработавших газов. А если ГБО настроено неправильно, то могут прогореть ещё и клапаны. Но это уже совсем другая история. Клапаны здесь регулируются максимально неудобно. Нужно поднимать распредвалы и подбирать толкатели нужной толщины. Двигатели HR16DE и HR4M оснащались разными свечами зажигания для стран Европы и для стран СНГ. Физически они взаимозаменяемые, но разница в калильном числе – 6 единиц для европейских автомобилей и 7 единиц для автомобилей стран СНГ. Срок замены при эксплуатации в сложных условиях тоже разный – 30 000 и 60 000 км. Установка платиновых и чуть более горячих свечей для двигателей, которым завод рекомендует использовать обычные свечи. В принципе, это возможно, но пусть за эти эксперименты отвечают те, кто их проводит. Разумеется, владельцы автомобилей с этим двигателем хотят максимально увеличить интервал замены свечей, потому что замена здесь замороченная. Во-первых, надо снимать впускной коллектор. Во-вторых, надо основательно сдуть весь мусор с клапанной крышкой, а также из свечных колодцев, потому что есть реальный риск попадания мусора в цилиндры. Плюс свечи надо затягивать динамометрическим ключом. В общем, эту работу надо доверить хорошим СТО. В нашем случае установлены платиновые свечи, и мы видим, что они уже подношены. В камерах сгорания видны следы масложора. Аналогичная ситуация и в блоке цилиндров. Здесь, на донышках поршней, мы видим следы масложора. Также хон слабенький. Видно, здесь подношена цилиндропоршневая группа. В этом легкосплавном блоке открытая рубашка охлаждения. Кстати, на свой страх и риск этот блок можно перегильзовать. Мотор HR16DE при больших пробегах может подъедать масло. За некоторое время до замены уровень масла снижается до минимальной отметки и требуется доливка 1 литра масла. Масло в этом моторе надо менять каждые 10 тысяч километров, особенно при городской эксплуатации. Это надолго отсрочит проблемы с износом двигателя и с масложором. Поршни этого двигателя максимально облегчены. Маслосъемные кольца очень тонкие, поэтому масло плохого качества либо устаревшее в ходе долгой эксплуатации может надежно закоксовать их. К сожалению, на поршнях нашего двигателя мы видим следы масложора, хоть он и достаточно чистый внутри. Все маслосъемные кольца закоксованы и залегли. Такое случается из-за перепробега моторного масла. Обратите внимание на вот эти частички закоксовавшегося масла. Они смываются и гуляют по всем парам трения, царапая их. Царапинки видны на всех вкладышах, на шейках коленвала. Многих интересует вопрос, есть ли в этом двигателе маслофорсунки? Да, они есть, просверлены в шатунах. Верхние коренные вкладыши практически без износа, но если приглядеться, то царапины настигли и их. Ну что, разборка закончена и сегодня мы разобрали надежный двигатель Nissan, который при хорошем уходе без масложора может пройти более полумиллиона километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».